Почти 30 домов Южного микрорайона остаются без горячей воды. Авария на тепловых сетях произошла несколько дней назад. В микрорайоне провели плановые работы на трубопроводе, а через неделю после запуска ресурса была обнаружена течь на теплотрассе. Как скоро жители Южного микрорайона получат горячую воду, зависит от специалистов теплосети. При этом скорость работы – не главный фактор. Чтобы добраться до места аварии, нужно учесть много нюансов. Один из них – электрический кабель в три нити. Он лежит под землей и находится прямо над теплотрассой. Кабеля мешают больше всего. Их нельзя руками, а лопатой пока найдешь, пока копаешь. Жители Южного живут без горячей воды третью неделю. До этой аварии в микрорайоне делали плановые работы на сетях. После их завершения ресурс запустили, однако через несколько дней коммунальщики заметили значительные потери. Поиски причины привели к этой трассе, от которой запитано около 30 домов. Здесь вот эта труба – 68-й год постройки. То есть срок эксплуатации у них обычно 25 лет. Но у нас по факту получается, что уже более 40 лет эксплуатируются. Материалы в настоящее время все приобретены. Тут осталась только работа. Надеемся, что за 4-5 рабочих дней мы управимся и будем запускать горячую воду. Участок на Южном стоял в плане по замене трубопровода. Аварийная ситуация лишь приблизила срок очередной плановой остановки. На место старых труб лягут новые, но тоже металлические, со сроком службы не более 25 лет. На рынке есть более надежные материалы, однако их цена намного выше. Денег на такие затраты у города и самого предприятия нет. Область средства на эти цели не выделила. У нас есть проекты, прошедшие экспертизу на 4 километра. Мы планировали это сделать за счет средств к подготовке к зиме. На данный момент пока денег нет. Все ремонтные работы в Искитиме ресурсники ведут за свой счет. Надолго остались без горячей воды и жители улицы Ленина. Здесь идет полная замена теплотрассы. Ей более 40 лет. Коммунальные сети были приняты на баланс города, поскольку все это время функционировали без хозяина. В связи с тем, что очень много здесь было порывов за последние отопительные сезоны, ежегодно здесь происходят порывы труб, инциденты. У нас служба аварийная постоянно здесь ведут работы. Было принято решение поставить ее в план работ на замену. В этом году полностью будут заменены трубопроводы отопления, а также горячего водоснабжения. Ну и где есть холодная вода и холодную воду тоже сразу мы меняем. На Ленина трубы лежат с двух сторон улицы. Пока неизвестны сроки ремонта второй очереди, поскольку объем работы большой. Возле каждого участка нужно пройти въезды в дом, привести в порядок тепловые камеры, люки, кирпичную кладку. Планы по подготовке коммунальных сетей города постоянно корректируются. Все зависит от того, как проходят гидравлические испытания. Чаще всего тепловые трассы не выдерживают нагрузки в центральном микрорайоне. Недавно завершились аварийные работы в Подгорном.